В целом нормально, но недостаточно для того, чтобы сказать, сделано все. Такой вердикт председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук вынес в Субранство областного центра по итогам рабочей поездки. Традиционно в преддверии праздников градоначальник собирает специалистов, ответственных за красоту на улицах, и совершает специальный рейд. По словам Александра Рогачука, положительная динамика прослеживается. Все больше предприятий и организаций включаются в работу. Есть немало объектов, рядом с которыми так и хочется сделать фотографию на память. Однако есть и аутсайдеры. Есть высочайшая планка, как вот Савушкин продукт задал. Есть высокопрофессиональный подход, как сделано было на нашей центральной городской площади. Есть примеры очень ответственного подхода к украшению новогоднему, вообще световому оформлению. А есть примеры полного бездушия и равнодушия к жизни города. Поэтому главная задача сегодняшнего объезда было посмотреть на те элементы нашей инфраструктуры городской, которые в принципе не хотят, чтобы наш город был ярче. В числе тех, кому стоит подтянуться, объекты торговли. Зашел разговор и о ярмарочных рядах на Гоголя. По причине многочисленных нареканий горожан и в интересах безопасности участников дорожного движения, было принято решение о их переносе. В следующем году ряды переселят к супермаркету «Грин» и на площадку за ЦУМом. Далее по маршруту предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Именно эта структура отвечает за подготовку всего города к празднику. Но и про свои территории они не забывают. Особого внимания и похвалы, к примеру, удостоилась елка возле Деппа. Город должен быть ярким, интересным и индивидуальным. Александр Рогачук подчеркнул, что убранство областного центра и в будни, и в праздники всегда держит на контроле. То, что еще два года назад казалось сверхноваторским, оно, в принципе, быстренько устаревает. Поэтому надо выходить уже на высокую планку эстетики. Поменьше этих моргающих огоньков, побольше вот такой эстетики, как здесь вот у нас, аушкиные продукты. Это совершенно другое восприятие. Вроде бы мелочь, вроде бы есть дела поважнее, конец года, подведение итогов в целом погоды. Но вот из этих мелочей создаются наши настроения и наша атмосфера. Вот почему я лично этот вопрос контролировал и буду контролировать всегда. Создание благоприятной городской среды – важная задача, особенно в свете подписания указа о 10-дневном безвизовом режиме в Бресте. С учетом всех моментов, связанных с безвизовым пребыванием в нашем городе, он должен быть интересным и для туристов не на один день, а на несколько дней как минимум. Поэтому создание вот этой городской среды – это очень важная задача для местных органов власти. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.